доброго всем времени суток у кого утро у кого день уже я рада всех приветствовать на прямом эфире которые хочу сегодня посвятить матрицы судьбы это очень интересный метод благодаря которому вы можете изменить свою жизнь помочь своим родным детям в первую очередь сегодня у меня в гостях замечательная девушка татьяна дивия это консультант по методу матрицы судьбы и также преподаватель по этому методу это мой преподаватель у которого я проходила курс поэтому мне особо важен этот эфир мне очень важно рассказать об этом методе рассказать о моей преподавательницы как у нас все это проходило вот сейчас мы отправим так танюша выходи привет 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 дорогая вот только что я тебе немножко представила я сказала что ты не только консультант но и преподаватель по матрице судьбы мой личный преподаватель у которого я обучалась вот и для меня этот эфир очень важен потому что я могу рассказать людям о матрице о том как я нашла этот метод и о том чем этот метод вообще может помочь людям для чего он нам нужен чтобы люди поняли что благодаря этому пир методу они могут очень как сказать кардинально до поменять свою жизнь с точностью до наоборот и повернуть свои плюсы вернее минусы в плюсы и стать круче просто измениться полностью да да на самом деле когда меня спрашивают о чем этот метод что это за метод чем вы можете помочь людям и я говорю я могу помочь людям улучшить свою жизнь это звучит возможно вычурно это возможно звучит как-то нереально но это так вот согласись ты уже прошла это вот просто согласись или или скажи свое мнение ты не должна со мной соглашаться я хочу чтобы ты рассказала о своем мнении о своем опыте поделилась с нашими дорогими друзьями да я уже не один раз рассказывала как я пришла к матрице даже отдельный пост выставляла по этому поводу может быть все может быть не все знают что я совсем недавно в германии всего третий год вот и конечно переезд другую страну особенно когда это вообще абсолютно полярная страна той где ты раньше находилась да где-то родилась к примеру то есть совсем другая культура другой язык жизнь совсем другая и естественно для меня это был стресс большой стресс для меня для моей семьи вот и мы приехали мы начали здесь обосновываться учить язык и в какой-то момент я просто встала на распутье мне было ну как бы даже страшно да как бы сказать что страшно было потому что я не знала куда идти что делать вообще в каком направлении дальше двигаться я думаю у многих такое есть ощущение да ты как будто школьник после выпускного бала ты вышел из школы и вот она жизнь она тебя встретила и ты стоишь и просто вот в растерянности я попрошу сейчас те кто уже присоединился к нам поставьте плюсики кто когда-то делал такой ну решительный шаг своей жизни то есть переезд там перемена места жительства в стране не обязательно в другую страну или к примеру поменяли работу рот деятельности полностью кардинально поставьте плюсики кому эта тема ну отзывай это вообще это может быть и развод это может быть любая жизненная ситуация с которой каждый из нас встречался у каждого своя но это такая ситуация когда казалось бы все что человек куда вкладывал свои силы все что он делал вдруг так развалилась и человек стоит и думает а что теперь и думать что все это даже может быть смерть близкого то есть есть много ситуаций когда человек вдруг оказывается в такой точке и он не знает куда идти и ему кажется что у него нету больше сил у него нету вдохновения и и и вот на этом распутье когда человек находится и нужен кто-то кто будет рядом кто подаст руку и скажет смотри вот туда можно идти смотри какой ты классный или какая ты классно смотри сколько ты всего можешь и и тогда человек опять вдохновляется убеждается что это на самом деле так и у него есть силы двигаться дальше ну вот я благодарна судьбе что именно в тот момент когда я была на распутье ты попалась мне на дороге я не знаю кто кого нашел или ты меня или я тебя может быть даже вселенная нашла нас обоих да и соединила потому что действительно в тот момент ты мне подала руку помощи и записавшись на консультацию до к тебе меня одолевали сомнения я вот буду сейчас откровенно у меня было столько сомнений в голове во первых начало зачем мне это надо зачем мне эта консультация я тогда еще не была знакома с методом матрицы и просто что я знала что нужно дату рождения да тебе дать и ты меня проконсультируешь я уже дала тебе свою дату и уже ждала эту консультацию но у меня просто внутри была буря я сомневалась так ну как же ж она меня там разложит и я начала думать а вдруг сейчас на татьяна пойдет по соцсетям меня искать а потом думаю господи какие соцсети одноклассники и фейсбук где пару фотографий я сразу эту мысль откинула ну конечно сомнений было очень много я перед тем как вот я ждала консультацию я прокручивала сценарий с чего там ты начнешь в каком это будет формате там гадание не гадание что это вообще потому что была абсолютно не знакома с этим методом и честно говоря консультация твой а меня очень удивило и вот после этой консультации у меня какой-то переломный момент случился во мне какой-то знаешь вот как была жизнь разделилась на до и после потому что ты просто вот ну просто убила меня всем что ты обо мне говорила друзья приходите ко мне на консультации я вас убью вот потому что это реально было вот все обо мне все что ты говорила прям попадала вот в десятку прям точности вот я узнавала в каждом слове себя даже мои минусы ты сказала правильно мою троечку минус это контроль это все мое и все и вот когда мы это с тобой обсудили я поняла что раньше я думала что контроль это супер когда ты контролируешь все и все под твое которое это вообще классно то есть ты живешь просто вот суперски а потом то я поняла что это все неправильно что это надо в точности до наоборот сделать и свой минус перевести в плюс и вот оно открытие да как будто ты спала все время и потом глаза хоп и у тебя открылись понимание пришло к тебе вот и вот с того момента у меня уже как-то поменялись мысли в другую сторону потом ты уже начала рассказывать о том что ты не только консультируешь но и проводишь обучение и что если мне это интересно с сентября там к примеру да мы начнем вот пиши там я честно говоря подумала об этом и снова сомнения зачем тебе это надо как будто кто-то внутри меня отговаривал знаешь это сейчас я уже знаю кто это и что я сейчас уже это понимаю а тогда это просто вот внутри меня там что-то крутилось зачем тебе это надо куда ты лезешь над тобой там будут смеяться или еще что-то всякие глупости понимаешь потому что раньше тоже у меня было такое знаешь я чувствовала какую-то связь вот что с потусторонним каким-то миром что это не просто так у меня были вещи и сны очень часто мне приходили во снах умершие родственники мама моего мужа к примеру она не пришла кому-то из дочерей или к моему мужу а пришла ко мне во сне и я это чувствовала что у меня есть это связь и мне хотелось это развивать но именно не было того человека кто мог меня так вот взять за руку и сказать пойдем я тебя научу и ты сможешь потом все это контролировать все это повернуть себе во благо и не только для себя ты сможешь помочь потом дальше людям потому что я обучение прошла не просто так а для того чтобы не только себе помочь своим родным и близким и друзьям чтобы помогать им я просто хочу уточнить чтобы другие наши зрители поняли что я не раскрываю какие-то потусторонние силы это я не нет 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 это просто была сила ольги я раскрываю потенциал ресурсы которые есть у каждого из нас кто-то должен раскрыть свой талант кто-то должен быть руководителем но у ольги я увидела что у нее есть вот это какая-то особая связь у нее есть какая-то чутье или называйте как это хотите и поэтому я то естественно понимала что человека надо направить обязательно в нужное русло подключить в кавычках светлым силам это тоже очень важно мы каждый день делаем выбор добро или зло и выбор за вами то есть у нас у каждого есть право выбора а что вы выберете это уже ваше дело и я опять никогда не настаиваю я это ученикам рассказываю объясняю и каждый делает свой выбор но это действительно так пока каждый слава богу в правильный выбор для себя это меня очень радует получается в школе мы у нас такой образуется круг светлых людей да и да у нас тоже есть проблемы да мы решаем и обговариваем и вот эта матрица она помогает не теории какой то что правильно что неправильно что хорошо что плохо вот она помогает каждый день да с каждой вот жизненной ситуации что бы то ни было ты знаешь а вот это если я так сделаю это будет плохо а и а вот правильно для меня для моего для моей семьи для моих родных и близких сделать так и это не всегда просто да в начале идет сопротивление в начале хочется опять войти в старый мусто хотела сказать как это сказать это действительно так и я знаю что ты тоже вспоминала когда мы разбирали допустим отношения наше взаимоотношение с супругом семье и и как это влияет на наши деньги да когда да да у тебя вот такая была озарение что а если я сейчас мужу втык дам то сразу там тын-тын-тын минус тысяча минус да это было очень да да интересно потому что я тоже хотела добавить что именно не то что как бы мы там начинаем мы становимся гадалками каким-то да или предсказателями абсолютно нет просто матрица в каждом человеке она открывает свои способности у меня вот такие способности да у меня было почему-то всегда в жизни вот я буду идти среди толпы и человек который ищет дорогу он подойдет именно ко мне вот мы даже эксперимент проводили почему-то так и поэтому вот так вот идет у меня люди же считывают нашу энергию они да и не надо быть гадальщиком и не надо ходить гадалки для этого мы считываем у нас всегда идет энергообмен с каждым человеком покупаем мы булочки у пекаря или чтобы мы не были у нас идет энергообмен и хотим мы это или нет люди считывают нашу энергетику если ты как я тебя знаю взаима человек который любит помогать который идет с открытым сердцем то люди которым нужна помощь они обратятся к тебе да и наоборот если кто-то идет по жизни и говорит что его постоянно люди на агрессию вызывают то простите я начинаю с того что это агрессия есть вас люди это считывают и когда вы поменяете свое внутреннее состояние когда вы немножко успокоитесь найдете гармонию к себе люди перестанут вас цеплять вот и все да ну опять же это для того чтобы понять всю эту программу то есть понять все эти программы что у тебя включается мы то уже понимаем о чем мы говорим с тобой вот а люди те кто не знакомы именно с самим методом да способом расшифровки матрицы для них это еще не понятно что такое кармические хвосты программы или там еще что то да поэтому когда ты это знаешь ты уже знаешь как с этим работать когда ты вот я даже рассказываю в своих эфирах о том что наша матрица именно та тот метод который изучаем мы которому ты меня обучила мы можем посмотреть даже какое развитие в каждом каждый год нам предлагает какое каждом году есть вот свое направление свое уже дело как ты пойдешь в этом году да то есть нету такого что вот тебе сегодня там родить а завтра там косить да нет то есть тебе дается выбор это тоже большой плюс матрицы что она дает показывает тебе что может быть какое развитие событий а ты уже делаешь выбор сам идти тебе направо или налево то есть опять же за человека решать никто не будет опять же решение нужно принимать самому и это тоже плюс матрицы хотя некоторые люди они очень боятся ответственности они боятся принять на себя это и вот не только боятся я считаю иногда легче мнеИh дляехать я acha клиIp хочу сказать I у меня муж плохой у меня такая жизнь плохая потому что у меня плохой муж или у меня такая жизнь плохая потому что у меня были плохие родители или да что угодно но это не так это значит человек перекладывает ответственность с тебя на кого-то а до вечера я учим взять ответственность на себя и с сапами да и с к сенями Себя, значит, вы позволили вывести из себя. Если вам, извините, кто-то дал подщечину, вы позволили, чтобы вам дали подщечину. И много других примеров. И вот эти знания, вот эта матрица, она учит просто в любой ситуации. Не то, что там настаивает. Да, вот как ты говоришь, ты можешь сделать так, но ты уже знаешь изначально, чем это закончится. А можешь сделать по-другому. И то же самое, ты знаешь, что будет лучше. И каждый день мы делаем наш выбор, чем мне ещё этот метод нравится, чем он у меня отзывается. Он очень позитивный. У него нету каких-то предсказаний, как ты сказал. Вы можете идти по своей жизни, как вы хотите, раскрываться, как вам нравится. Но он настолько позитивный, что... Смысл, что если вы будете идти, раскрываться, доверять своей интуиции, то у вас будет всё. И деньги, и любовь, и здоровье, и красота, и вокруг вас будут светлые люди. То есть всё, о чём вы мечтаете, это реально. Да, это действительно так. И в этом весь класс, что там не бывает, ой, всё, вот тут у тебя болезнь, вот тут у тебя потеря большой... какого-то большой суммы и так далее. Нет, всё в ваших руках. Справитесь со своей обидой. У вас не будет этой болезни. Напротив, вы исцелитесь и можете помочь другим своим примерам. И вот таким образом это всё идёт. Это здорово, скажи. Да, конечно. Потому что, когда мы прорабатывали, допустим, родительско-детские отношения, мы прорабатывали, какие цифры у нас стоят в деньгах, либо в любви, и от этого мы уже плясали. Мы сами уже видели, какой плюс и минус имеет эта цифра. И ты уже по своим внутренним ощущениям ты понимаешь, в плюсе ты или в минусе. И что ты должен дальше делать. Больше всего мне в «Матрице» нравится то, что здесь мы развиваем более духовность. Что не просто так, что сыпятся деньги нам от нечего делать, а то, что благодаря тому, что мы развиваем свою духовность, внутренний мир нас становится шире, богаче, глубже. И вокруг нас, естественно, всё меняется. Наше окружение меняется, наши какие-то взгляды на жизнь. Если раньше на одного человека ты смотрел так, то теперь ты можешь взглянуть на него под другим углом. То есть если раньше я кого-то не понимала, почему он себя так ведёт, сейчас я вижу совсем по-другому этого человека. Иногда мне хочется таких людей, которых я раньше не понимала, пожалеть, либо подсказку какую-то дать. Но опять же, я не могу говорить «делай так и делай так». Выбор всегда за человеком. И это очень меняет жизнь. У меня вообще поменялась жизнь конкретно. Когда я пришла первый раз на консультацию, и сейчас, ну это просто небо и земля. Мы вот три года в Германии, и я считаю для себя, что мы уже много сделали с мужем. Я также не только сама раскрываюсь, также я помогаю ему увидеть плюсы, быть более позитивным. Потому что он у меня конкретный минус, а я конкретный плюс. Он всё время, если что-то происходит, ложусь, умираю, а я его всё время воскрешаю. Я ему говорю «слушай, у тебя внутренний потенциал очень большой, ты можешь сам себя воскрешать, ну сколько можно-то уже?» Вот. Я просто ненавязчиво начала ему подсказывать. А так, а так. Опять же, визуализация, то, что мы проходим тоже на курсе, это когда ты представляешь, не просто ты мечтаешь, да, там что-то когда-то, я там буду где-то работать, а вот представляй, к примеру, он всё мечтал на экскаваторе работать, потому что он в Казахстане работал очень долго, и здесь это как бы его, ну, любимая работа, он любит это дело, да. И я ему сказала, ты просто визуализируй, да, что ты вот на какой там стройке или что это, где ты работаешь, какой экскаватор, какой марки, как ты двигаешь эти рычаги, что ты там делаешь, ты представляешь это, визуализируешь, и оно придёт, потому что это уже посыл во Вселенную, да, и всё пошло, 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 и постепенно, и вот, пожалуйста, результат. Сейчас он работает на крупной фирме, и он рад этому. Да, сейчас немножко сложнее вставать раньше, ехать дальше, но дело в том, что когда у тебя горит внутри от твоей работы, когда ты хочешь её делать, ты не смотришь на расстояние, на какие-то препятствия, время, не время, ты хочешь этого делать, вот ты хочешь туда ехать, да, и всё, и ты уже, ты сметаешь всё на своём пути, как тот бульдозер, прёшь только вперёд. Поэтому я вижу позитив, я вижу плюс от того, что я занимаюсь этой матрицей, за то, что я этот метод изучила, и плюс я уже начала консультации проводить, это не бесплатно, поэтому я уже чувствую, что и прибыль идёт в мой карман. И то, что я могу людям подсказать тоже, это ещё больше плюс, чем денежный, потому что я вижу, как люди начинают меняться, когда вот перед консультацией, честно скажу, я прям молилась, я просила Вселенную, Бога, помочь мне донести до человека то, что я в матрице увидела, для того, чтобы это помогло именно понять суть, что ты должен сделать для того, чтобы в твоей жизни были только плюсы. И когда я слышала, что консультация моя понравилась, что человек понял, куда ему нужно идти, и что сделать, мне это прям вот как, я не знаю, мёдом, да? Это вдохновляет, это вдохновляет делать дальше. Крылышки растут, и хочется всех обнять, сказать, друзья, я могу вам помочь. Да. А иногда хочется кричать, когда я вижу, что у человека, ему так нужна помощь, ему надо вот, ну так надо изменить, пересмотреть это, и всё реально. И мне хочется иногда кричать, сказать, ну когда вот тебе уже хватит, когда ты скажешь, стоп, я больше так не хочу. Ведь есть всегда выход из любого положения. Это действительно так. И да, мы в школе улучшаем свою жизнь, но и автоматически жизнь наших родных и близких улучшается. Отношения улучшаются с родителями, с детьми, с любимыми, с нашими мужьями, и с коллегами, с друзьями. Но всё так меняется, вот как это объяснить, научно, как это сказать, это просто невероятно. Вот Эльвира добавила такой комментарий, только не каждому нужна помощь. Честно сказать, я думаю, что помощь нужна каждому, но не каждый её принимает. Вот я сейчас попрошу те, кто когда-то в своей жизни обращался к гадалкам, к ясновидящим, там, я не знаю, ещё куда-то, может быть, в нумерологию, конечно, гадание, нумерология, матрица, это разные вещи, но кто хоть раз в жизни хотел приподнять занавес, да, и увидеть, что там будет впереди. Поставьте плюсики, пожалуйста, если у нас есть такие на эфире. Вот. Я думаю, что помощь, как ни крути, не у каждого человека всё на 100% плюс. У кого-то больше минусов, у кого-то больше. Больше. Но помочь можно и нужно каждому, но если человек эту помощь принимает. Да. А навязывать, конечно, это не вариант. Всегда есть над чем работать. И я тоже всегда говорю и моим ученицам, я не гуру, я не идеальна, у меня тоже есть над чем работать. Но когда мы вместе, когда мы в группе, да, мы помогаем друг друга, помогаем друг другу справляться своими задачами. Это у меня задача, у тебя или у других участниц. Невероятно, я очень всегда, знаешь, такая как курочка, смотрю, как вы общаетесь, как вы поддерживаете друг другу, как вы сродняетесь. Для меня это такое всегда счастье, видеть вот эту невероятную какую-то атмосферу, которая образуется в школе, да, и опять же, там уже не я, а уже участники друг другу подают руки помощи, они друг друга советуют что-то, поддерживают, и это дорогого стоит на самом деле. Конечно, конечно. Вот плюсики у нас есть. Кто-то ходил, кто-то узнавал. Я тоже узнавала, скажу честно. До Матрицы я в Казахстане еще, я не знаю, как это называется по-русски, кумалак или кумалат по-казахски, это когда девушка гадает на бабах. Она раскидывает бабы. Это чисто вот национальное такое казахское гадание, да, девушка-казахстан была. Я ходила к такой девушке, и я гадала, и многое то, что она сказала, сбылось. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что у каждого есть интерес, да, но дело в том, что в какую сторону ты пойдешь. Вот, допустим, Матрицу можно объяснить человеку практичному, да, и более духовному. Допустим, тот, кто практичный, можно сказать, что это цифры. Здесь вот чисто цифры, значение каждой цифры ты объясняешь человеку, и уже это ему понятно, да, и он принимает это более, потому что он человек приземленный, он практичный, он вот такой, да. А есть такие, которые более духовные люди, они, можно им рассказывать, они уже верят тебе. Они даже не слушают, что там цифры, не цифры, им не интересно это, они слушают тебя. Поэтому Матрица может помочь и тем, и тем людям, смотря какое свойство характера у человека. Да, потому что Матрица все-таки построена на научном каком-то методе, то есть там расчеты, там формулы, и это можно объяснить, то есть, если взять пример с бобами, это не вот я бросила бобы, если они упали налево, это не объяснить. Да, это так немножко, а там, то есть любой человек, любой тот, кто сомневается, я вам скажу, я пришла в этот метод, я хотела узнать, где вот этот вот недочет, в чем подвох, я хотела его найти, и я, потому что я не верила в свое время, что, ну, так не может быть. Думаю, я найду, я вот пошла на обучение, чтобы найти, в чем подвох, где обман, можно так сказать, но чем дальше я изучала, тем больше я углублялась, я понимала, что оно еще, оно еще больше подходит, чем глубже темы мы развивали, но оно про меня, это про моего мужа, или про мою маму, то есть я когда начинала это рассчитывать, вот это всегда, вот этот каждый, и причем, чем дальше рассчитываешь, тем больше вот это удивление, да, что как, как это возможно, это же невероятно, но оно подходит, Я уже это делаю много лет, и я до сих пор не нашла, в чём подвох этого метода, я его просто не нашла. Он прекрасен, он замечательный, поэтому я его очень люблю, и поэтому я хочу поделиться им с людьми, я хочу познакомить этому методу, как можно больше людей, чтобы они тоже стали гуру своей жизни, чтобы не кто-то им говорил, не гадалка, не ещё кто-то, вот делай это или то. Сама рассчитала, посмотрела, а всё, я поняла, я знаю. Здесь вот есть интересный такой комментарий, девушка, которая поставила плюсик, то, что мы обращаемся, да, каким-то потусторонним силам гадаем или ещё что-то, она написала, я думаю, все девочки обращаются к потаённым сторонам, приоткрыть занавес, вопрос только в выборе человека, к которому обращаешься. Я согласна, особенно о том, что девочки обращаются, потому что я думаю, что женщины, девушки, они более открыты, да, на общение, им более восприимчивы, что ли, более женский мир, он более такой тонкий, да, какой-то, такой загадочный, что ли, да. Да, интуитивно, у них есть вот это, а мужчинам надо доказать, и Матрица это прекрасно делает. Но спасибо за ваш комментарий, потому что там ещё очень важно написано, что обращаемся, да, вопрос, к кому вы обращаетесь, к какому специалисту, откуда он черпает эту информацию. Он может вам сказать информацию очень даже точно, но если она, скажем так, не от Бога, то за эту информацию очень можно потом... Долго расплачиваться. Заплатить очень-очень сильно. И наоборот, всегда надо, прям, прежде чем вы обращаетесь к какому-то специалисту, спросить, а с какими силами вы работаете, с каким методом, какие у вас эгрегоры, то есть тот, кто знает, они знают, о чём речь, какая у вас подключка, от Бога это или нет. Если это не от Бога, то всё-таки я советую не связываться с такими специалистами, потому что вы же хотите добро и счастье в вашей жизни, поэтому, соответственно, надо к соответственным силам и обращаться, которые могут дать добро и счастье. Это очень важно, да. Такая очень важная тема. Я тоже на это обратила внимание, потому что очень часто, даже вот когда я уже начала изучать Матрицу, очень часто такое началось притяжение, да, не в ту сторону. Я вот... Татьяна знает, о чём я хочу, наверное, рассказать. Меня очень стали притягивать к себе руны. Наверное, многие знают, да, что такое руны. Тоже при помощи рун можно смотреть, заглядывать в будущее, смотреть какие-то ситуации, да. И, честно сказать, они меня до такой степени затянули, что я уже стала несколько видео просматривать и начала уже записи делать. Но потом я услышала в записях о том, что руны – это такой инструмент, что ты... Они командуют тобой, то есть они рулят твоей жизнью. Выбора у тебя нет. Как они сказали, так и будет. Не важно, как они сказали, как сказать, позитив или негатив, да, так оно и должно быть, и ты должен слушать их и делать так, как они говорят. И ещё один минус, что я услышала, это то, что руны, они приветствуют силу, силу в любом проявлении. То есть это... Раньше викинги пользовались, да, и их шаманы пользовались рунами. И руны, они принимают и воспринимают только силу. Если человек сильный, они ещё как-то будут более-менее с тобой, опять же, силу физическую, духовную во всех проявлениях. И если человек слабый, они просто его задавят своей энергетикой, да, ты просто будешь вот... Они просто как сожрут тебя, твою душу, они просто вот убьют. И поэтому, когда я поняла, что они тащат меня, я уже так-то задумалась, да, я написала Татьяне. Я говорю, Тань, вот меня прям что-то к рунам так тянет, вот прям вот хочется. И всё, у нас понеслось, остановись, не надо. Чем хорошо, что пройдя обучение, я всё равно, как говорится, под крылом, да, я могу попросить совета, я могу написать в любое время дня и ночи. И Татьяна мне ответит, она мне даст совет, что мы подумаем, там, может быть, что-то, как говорится, мы подумали, и я решила, да, что-то вот такое. Что решение, конечно, принимать мне, но хорошо, когда есть человек, с которым ты можешь посоветовать. Я что-то пропала, а вот, вот, и это очень классно. И вот когда я спросила о рунах, стоит ли мне идти вообще в этом направлении, потому что я уже поняла, что они просто меня вот тап-тап-тап тянут к себе. И услышала от Татьяны, стоп, остановись, потому что руны – это не свет, и не стоит туда идти. И я просто уже всё, я сразу отбросила в сторону, я все записи порвала, сожгла, выкинула, потому что, ну, чем человек более духовно развивается, как Татьяна уже говорила, мы более лакомый кусочек для таких тёмных сил, да, которые зовут тебя к себе, и они хотят, что ты уже получил какие-то знания, более энергетический окреп, более стал таким уверенным в себе, да, и, естественно, им хочется получить энергию через тебя. И вот тут тоже идёт осознание того, в какую сторону ты направляешь твои силы – свет, в добро или в другую, в темноту уходишь. И тут надо контролировать себя, контролировать свои мысли. Это тоже, так как бы, ответственность ты берёшь. Когда с людьми разговариваешь, консультируешь, это же тоже ответственность, потому что, когда ты человеку говоришь, как говорится, слово «не воробей», да, ты высказала уже то, что ты увидела, и если ты высказала в негативном ключе, человек-то уже воспринял это, и он уже понял, что, а там вот минус такой сильный, я вот не смогу его изменить, и поэтому я, вот, допустим, когда я хочу консультировать человека, я думаю о том, что нужно преподнести как бы более в добром, в позитивном ключе, объяснить человеку, что не страшно, если есть какой-то минус, если ты знаешь о нём, ты уже можешь его поменять в плюс, то есть уже плюс идёт, ты уже предупреждён, то есть ты можешь изменить ситуацию. Вот это большой плюс матрицы. Мне это очень нравится. Уже поначалу я, когда видела что-то у себя в матрице, ты помнишь, да, ах, ох, Таня, что это, мне плохо, кошмар. Я говорю, Олечка, так это же классно, всё отлично. Да, и вот что я хочу сказать опять, вернуться к тому, что у нас контакт идёт во время обучения каждый день, то есть у нас своя группа, мы обмениваемся, мы спрашиваем, и без разницы, это сейчас мы рассказываем про руны, говорим, мы разговариваем на все темы. Вообще абсолютно. Вы знаете меня, что я учу не только пользоваться своими личными ресурсами, я обращаю внимание ваше на Луну, на какие-то энергии, которые... То есть я учу воспользоваться всеми ресурсами, которыми обладает каждый человек, но мы просто этим не пользуемся. Кто-то об этом даже не подозревает, а кто-то знает, но не умеет этим пользоваться. И когда мы поймём, что вокруг нас, о нас заботятся, что мы не одни, не одинокие, о нас много, и о нас всегда заботится кто-то, что-то, что больше и круче нас, тогда жить становится легко. Я учу не бороться с трудностями, не там биться головой в стенку, я учу людей жить легко, как я говорю всегда, легко, быстро и просто, чтобы всё давалось легко, быстро и просто. Вы захотели, цак, оно пришло, всё, наслаждаемся, идём дальше. Не через силу, через любовь, через любовь, понимание, принятие, только так. Это я уже... Это уже у меня сидит. По тебе, на тебя посмотреть, и это видно, понимаешь? Я всегда поражаюсь, ты прекрасно выглядишь, ты такая открытая, ты свободно говоришь. Благодарю. А я-то знаю, какая это была полгода назад. Люди-то думают, что ты всегда такая была, как и обо мне, они смотрят и говорят, ой, ты такая. Так я была совсем другая. Это благодаря методу, я вот благодаря обучению, я стала таким человеком. Я перестала задумываться или угождать кому-то. Я стала в первую очередь, наверное, любить себя. Да. А когда мы любим себя, мы эту любовь дарим и другим. И это такая тоже заразная вещь. Этим заражаем мы друг друга. Но это прекрасно на самом деле. И жизнь меняется, но меняется в лучшую сторону. Да. Это неспективно. И потом выходят такие классные. Когда я смотрю, мои ученицы или люди, которые просто прошли консультацию, и они уже получили свое озарение. Но это только час разговора. А когда мы углубленно каждую сферу проходим, да, и не только свою, а видим сферу других, и как это у них отзывается, просто мурашки по коже идут. И тогда такие приходят осознания, которые меняют всю жизнь. Да, абсолютно. Расскажи, ты еще будешь вообще курс проводить, обучение кого-то? Набираешь группу какую-то? Ты знаешь... Потому что мы-то уже закончили. Да, да. Ты знаешь, я вообще не собиралась, но сейчас очень непростое время. И октябрь, ноябрь, декабрь будет тоже непростое время. И я понимаю, вот я чувствую, что где-то там есть люди, которым нужна моя помощь. Вот правда. Сейчас нас уже вот эти полгода были непростые. Вам повезло, когда вы начинали, помнишь, я говорила, успейте запрыгнуть в последний вагон. Да. Вы успели. Классно. Вы теперь едете бизнес-классом, знаешь, такая наблюдаешь и наслаждаешься. И покуриваешь труппу, грубо говоря. А кого-то колбасит. И сейчас вот это вот время, эти три месяца будут до начала следующего года. Мы будем все на американских горках. Все. Просто вы уже пристёгнуты, у вас есть шлемы на голове, и вы уже можете, как говорится, опять же наслаждаться вот этим адреналидом, этим чувством. А-а-а! И всё классно. А кого-то будет колбасить. И бросать со стороны в сторону. И поэтому я решила сейчас, вот уже в конце, да, уже через неделю, 30 сентября, я открываю новый заход, делаю новый набор, для того, чтобы ещё вот те, кто хочет, но не успел тогда, не думайте, что всё пропало. Нет. Колбасить нас ещё будет 2-3 года. Поэтому никогда не поздно, друзья. Никогда не поздно. Всегда есть выход. Всегда. И поэтому, если вы чувствуете, понимаете, что вы сейчас в такой ситуации, вы не знаете, что делать, вы понимаете, что всё рушится, приходите на обучение. И вы получите те инструменты, благодаря которым вы пройдёте это непростое время. Для всех нас. Но вы пройдёте совсем по-другому. Вот скажи, вот как ты. Вот у всех катастрофа, у всех вот эта эпидемия. Это ужасно. Смотрите, что вокруг в мире творится. Но я знаю, ну это даже не так, не то, что мне хорошо, а всем плохо. Нет. Но я нашла вот эту свою, свой стержень. Я нашла то, на что я могу опираться. И это очень помогает мне в жизни. И это поможет вам. Я могу вам это объяснить, рассказать, показать. И вам станет легче идти по этому непростому времени. Поэтому я повторяюсь, я опять открываю новый набор с 30 сентября. Если кто-то будет смотреть в записи, скажет, ой, я так хотела, но это прошло, не волнуйтесь. Пишите мне. Возможно, вы еще можете догнать. Возможно, я открою уже к этому времени другой набор. То есть, сделайте вот этот первый шаг. Ведь его, вот как и ты когда-то, как и я когда-то, вот именно этот первый шаг трудно сделать, да? Да, да, да. Трудно осознать, что помощь тебе нужна, и именно здесь ты можешь найти ответ. Потому что мы же тоже курс начинали именно в самый пик короны. Самый пик короны был. И хотя я работала, я не сидела на карантине дома, я работала, но я находила время, мы подстраивались под мои смены, да? И мы занимались раз в неделю. И каждый раз я видела, что когда люди кругом ходят понурые, унылые, что корона, корона, у меня в голове не было короны, она была у меня на голове. На голове. Здорово. Понимаешь? Вот в чем разница. Либо корона сидит у тебя в голове, либо на голове. Поэтому я приняла для себя решение, что она у меня на голове должна быть, не внутри. Поэтому когда ты задумаешься совсем о другом, ставишь в голове совсем другие мысли, у тебя нету вот этого сумасшествия, да? Страха. Ты спокоен, ты знаешь, что тебя это не коснется, что это пройдет стороной, пройдет мимо, даже не в плане, некоторые люди не верят, что там корона есть, что это вы... Она есть, но дело в том, что кого-то она зацепит, а мимо кого-то она пройдет. Я просто верила и знала, что мимо меня она пройдет. Я работала каждый день в больнице коронавирусными пациентами, я заходила к ним в палату, я была рядом с ними, и все же я сейчас сижу перед вами, я с вами разговариваю, я здорова, и все почему? Потому что благодаря Богу, защиту его, да, стоит так сильно, что никто не... Как говорится, если Бог с тобой, то кто против тебя? Да. Поэтому все зависит от этого, и я думаю, что если человек очень хочет изменений в своей жизни, изменений в лучшую сторону, то он прислушается, то он услышит именно те слова, которые он должен услышать, потому что мы знаем с тобой, что случайности не случайны, да, что это не просто сам ты приходишь к этому, тебя просто к этому приводят, просто мы этого не знаем. Но главное еще, знаешь, главное считать это, то есть если вы слушаете, у вас внутри вот это чувство какое-то ликование, у меня тоже так иногда бывает, я не понимаю, почему, что у меня так радует, но у меня что-то там внутри, ааа, да, и все, я перестала сопротивляться, я понимаю, это моя душа ликует, она хочет этого, и я это делаю, я не включаю мозг, реально это, нереально, а что там как с деньгами, а что скажет мой муж, или у меня нету, это все отговорки на самом деле, поверьте, если вы захотите, вы сделаете этот шаг, и вам все вот прям как подстилочка, вдруг раз, 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 и будет складываться, и у тебя когда-то... Там и ступеньки, как на эскалаторе, да, как на эскалаторе ступеньки начнут появляться, просто сделай этот шаг, ты тоже тогда волновалась, вот у меня смена, как получится, я говорю, Оля, не волнуйся, все решится наилучшим образом, и так и было, скажи, даже вот как-то группа... Даже смены у меня менялись, помнишь, один раз я сказала, я так хочу на следующей неделе с вами быть, но у меня утренняя смена, я не смогу, и хоп, у меня поменялись смены, я была во вторую смену, я была. Чудеса случались, чудесные, особенно вот после... У меня в школе 6 ступень, я считаю, каждую ступень можно делать, то есть ты берешь одну ступень, проходишь, и в конце я даю опять же право выбора, для меня это очень важно. Хотите вы идти дальше или нет, и каждый может сказать, спасибо, вот это мне достаточно, я сейчас не хочу, не могу, да без разницы почему, и все. А те, кто говорят, да, я хочу дальше, он идет дальше, и таким образом, то есть у меня нету такой, знаешь, как купил кота в мешке, и потом уже нравится, не нравится, хочешь, не хочешь, иди дальше, оплачено, или не нравится, ну, твои проблемы. Нет, каждый раз, с каждой ступени я даю выбор, для меня это очень важно, право выбора, хотите, пойдем, не хотите, тоже здорово, я не обижаюсь, желаю всего самого хорошего, и все, поэтому, и вот, и к чему я хотела это рассказать, я уже забыла. То про ступени ты начала, про шесть ступеней, и что каждый, после каждой ступени идет выбор, хочешь ты дальше продолжать, или нет, и после какой ступени у нас начались вот такие чудеса твориться. А, точно, после трех, я не знаю, заметила, обратила ты внимание или нет. Обратила. Вот три ступени, я говорю всегда, если вы хотите быть консультантом, вам надо пройти три ступени, это важные ступени, это мы изучаем, кто я такой, кто я такая, кармические задачи рода, отношения с мужчиной, отношения с мужчиной, как зарабатывать деньги, в чем твой талант, как раскрыть себя, здоровье, вот это самые такие основные, да, темы были, которые, говорю, вот если вы хотите консультировать, вы должны это пройти. Вот это три ступени. Кто-то заканчивает одну и говорит, мне этого достаточно, и это так, для себя, как пользователь, пожалуйста, для своей семьи, прекрасно, одна-две ступени, это так, пользователь, я называю, для себя, супер, но если вы хотите еще и заработать деньги, а это реально, и я всегда учу учеников, настаиваю, чтобы они не делали бесплатно, это ценная информация, это драгоценная информация, поэтому деньги не из-за прибыли, это энергообмен, это энергообмен, и это обязательно, и после трех ступеней пошли такие у всех, начинайте рассказывать о таких чудесах, мурашки по коже шли, и я знала для себя, что вы готовы, вы готовы, а вообще, а остальные, там уже для профи, там уже такие темы, что просто волосы дымом становятся, да, 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 и думаешь, как это возможно, это там уже настолько глубина, это необъяснимая, необъятая глубина отношений, но если не побояться и нырнуть, то это вообще, это же стоит, но это стоит того, потом уже всплывать неохота наверх, хочется все время быть там в глубине, хочется все там копаться, рыться, искать, смотреть, потому что каждый раз находишь, вот кажется, моя матрица, я уже ее рассмотрела вдоль и поперек, но каждый раз заглядывая туда, я нахожу что-то для себя новое, какое-то новое откровение, и она у меня всегда лежит, я ее распечатала, и она лежит у меня всегда перед глазами, и каждый раз я что-то за какую-то цифру цепляюсь за новую, и начинаю более глубоко ее рассматривать, и начинаю смотреть, как, что, чем она мне может эта цифра помочь, вот, и поэтому, ну, мне очень нравится, мне, я рада, что я нашла для себя этот метод, что он мне, я вижу, потому что помощь от него, от этого метода, именно от матрицы мне идет помощь, и некоторые, при слове матрицы начинают вспоминать Нео, который в матрице был, каким-то смыслом это похоже, да, ты отключаешься, вот это все, ты перерождаешься, да, ты появляешься, как будто новая ты, на свет, и совсем другой от тебя идет посыл, совсем другие эмоции, другая заряженность, и другое отношение к людям, и понимание совсем мира другое, у тебя поворачивается взгляд, и ты уже осознаешь, что ты действительно другой человек, вот, и что мир прекрасен, самое главное, не так ужасен на самом деле, как вот его описывают, да, просто люди учатся видеть все другими глазами, это не про розовые очки, не про наивность, нет, 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 вы хозяин своей жизни, своей судьбы, и вы рулите, и выбираете так, как вам надо, и вы увидите, как другие люди реагируют, не негативно, а они, они видят это, и они тоже так хотят, и я уверена, что к тебе намного чаще люди стали обращаться, они считывают это, и они начинают прислушиваться к вам, это так, это дорогое. Я тоже хочу от себя добавить, что я рекомендую тем, кто хочет измениться, попробовать изучение матрицы, если это не ваше, вы можете в любой момент отказаться, а если вы чувствуете, что вас, как говорится, понесло течение, вас подхватило, и вы хотите идти дальше, узнать больше, и применять будете больше эту практику в своей жизни, то, значит, это ваше, значит, ну как предназначение твое, да, по жизни, которое мы тоже рассматриваем матрицы, для чего вообще твоя жена здесь, жена, душа переродилась здесь, вот в этом мире, да, именно в это время, для чего она пришла вообще в этот мир, и что она хочет здесь делать, что поменять она хочет, и что самое тоже для меня было важное, это мы изучали, скажи мне, я тебе скажу, кармическую задачу, когда мы матрицу мужа и жены, мы совместимость, совместимость, да, делали, и смотрели, насколько гармоничен ваш брак, да, и как можете вы его еще улучшить, вот, и это тоже, это поможет очень многим семьям разобраться, почему эти отношения у вас именно такие, а не другие, и через эту совместимость, и через эту совместимость каждый мужчина или женщина, может для себя тоже открыть что-то, да, как можно изменить свою супружескую жизнь, да, свою семью, брак свой сделать лучше, это тоже большой плюс, потому что, когда я слышу слово развод, мне очень жалко, потому что во многих семьях детки, да, это так отражается на детях, так это все, ну, болезненно переносит, и я бы вот очень хотела бы тоже и таким людям помогать, которые вот, вот, хотят улучшить свою именно семейную жизнь, да, сохранить свой, да, сохранить свой брак, некоторые же, они даже не пытаются что-то сделать, они просто все бросают и уходят. Некоторые не знают, что делать с этим, да, или не знают. Почему у них такие испытания, а когда вы поймете, для чего вам это, так просто становится делать какие-то решения, и если вернуться вот к совместимости в паре, это мы тоже эту тему проходим, это же не только про мужа и жену, это можно совместимость с ребенком смотреть, это совместимость с родителем, то есть как любые отношения с коллегой, с соседом, да, с кем угодно, то есть там вы видите, что благодаря матрице вы можете любую сферу, которая у вас есть, ее можно улучшить. Сбалансировать, да, как-то так, уравновесить. Без разницы, да, гармонизировать, уравновесить, улучшить, назвать и как угодно, но любую сферу мы разбираем до самых косточек, и вы начнете, вы сами, не я вам буду показывать, вы научитесь сами. Да, мы сами рассматривали свои матрицы, да. Вот давай еще пару тем перечислим, какие темы мы еще рассматривали. Допустим, родительско-детские отношения, да, это когда с мамой или с папой, какие у вас отношения, что в вашу жизнь принес папа, что стоит от матрицы, в матрице по мужской линии, либо по-женски, да, задачи рода. Потом мы еще рассматривали... Отношения с детьми, то же самое. Что вы должны дать ребенку, что ваш ребенок ожидает от вас? И когда мы перестаем требовать, смотрим сначала на себя, что я где-то, возможно, недорабатываю, или, возможно, что я не получил от своих родителей, поэтому мне трудно дать это детям. Это такая глубинная работа, но она... Это лонзич, хотела сказать. Как это по-русски? Боже мой. Когда видишь результаты, ты... А ты видишь, что это приносит результаты, на самом деле. Это не болтовня, это не теория, это практика. Да, да, да. Вы будете видеть, что это работает. И если... Или вот, допустим... Ну, допустим. Перебила тебя, извиню. Допустим, когда человек вот тоже о работе задумывается, да, что-то его в работе не устраивает, или он чувствует, что он не хочет здесь находиться, также можно благодаря матрице посмотреть, может быть, у тебя есть какой-то скрытый талант, благодаря которому ты можешь не просто сделать его как своим хобби, да, зарабатывать на этом. Ты можешь, открывая свой талант, продвигая его вперед, ты можешь начать зарабатывать такие деньги, то есть ты благодаря таланту открываешь еще и денежный канал, да, в своей жизни. Абсолютно верно. Это тоже, смотря какая цифра у тебя стоит в матрице, мы тоже это открываем, смотрим. Кроме предназначения, также это смотрится в матрице. Смотря какая цифра стоит в деньгах, например, да, тоже есть возможность изменить. Учим, как через отношения улучшить свой финансовый поток. То же самое, да, как жить в благости, не только в любви. Часто раньше нас учили там или по расчету брак, ты будешь в деньгах, но нету любви, или любовь в шалаше. Алло, я учу и в любви, и в благости, и в деньгах, и все, что к этому принадлежит. Не надо ограничений. Вот мы начинаем сбрасывать ограничения, я начинаю учить, показывать, как это возможно, и берем все, захватываем и несем это дальше. Вот это, не о скромности, не, а вот сказать, да, я такая, вот как ты сказала, у меня корона на голове. Да! А почему нет? А то да, то так и да. Потому что ты такая есть, потому что ты раскрылась. На самом деле, каждый из нас уникален, но мы в это не верим, потому что нам с детства говорили, сиди, не дергайся, будь как все. А матрица говорит, нет, ты не такая, как я, я не такая, как ты, кто-то еще по-другому. И это классно. Конечно. Это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. Мы все классные и мы все очень нужны друг другу, но только надо уже раскрыться и вот давать то, что мы можем лучше всего, давать обществу. И тогда попрет. Друзья мои. Нужно научиться убирать эти рамки и все придет. Научиться верить, открытой душой идти в мир, к людям, открытыми глазами смотреть, совсем менять свой взгляд и рамки эти, про которые ты говорила, это очень много значит. Вот когда убираешь эти рамки, тебе в голову совсем другие мысли приходят. И даже некоторые думают, что нет, у меня нет никаких ограничений. А когда мы начинаем затрагивать тему, помнишь про тему денег, да? Когда я говорила, кто-то пришел и подарил вам миллион. Так многие говорили, не, я не возьму. Как? То есть это такие элементарные вещи, где мы думаем, я такая вся открыта и так далее, а сами на элементарном мы даже не замечаем. А я вам в каком-то смысле открываю глаза о том, что мы говорим, как мы говорим, что мы думаем, да? И вот это, и там вот идет вот этот потенциал, поток, и потом это как снежный ком, он все больше, больше и больше, и все круче и круче. Да. Вот. Я не знаю, сколько сейчас в Инстаграм можно проводить? Я тоже не знаю. Мы уже час почти без одной минуты с тобой болтаем. Да, ну тогда давай, наверное, закругляться. Я хочу пригласить всех ко мне на обучение, всех, тех, кто желает, те, кто сильный, те, кто смелый, и тем, кому надоело вот быть в качестве жертвы, если вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, и это я вам обещаю точно, то приходите, пишите мне, подписывайтесь на мой Инстаграм, пишите, подписывайтесь на Ютуб, там тоже очень много информации вы получите в доступном образе, да, то есть много открытой информации, которой я делюсь. Друзья, начинайте действовать, сейчас непростое время, но вы не одни. Вокруг вас есть много светлых людей, которые готовы вам помочь и которые готовы вам подать руку помощи, просто примите это, но выбор за вами. Я желаю вам всем благополучия, найти свой внутренний стержень, найти свою силу, раскрыть свой талант, свой потенциал, как это сделала Олечка. Олечка, большое спасибо за вот этот интересный разговор, за твой взгляд, как это ты прожила, как ты прошла через это. Я думаю, что это важно было услышать многим из нас. И, возможно, ты что-то хочешь сказать напоследок. Конечно. Я хочу поблагодарить вообще, что ты появилась в моей жизни, что сейчас мы с тобой общаемся на прямом эфире в Инстаграм, что Матрица вообще пришла в мою жизнь через тебя, что через тебя я получила такие возможности, и я благодарю каждого, кто сегодня был у нас на эфире, благодарю за плюсики, что вы нам ставили, за то, что вы нас слушали, и если у вас есть еще вопросы, вы можете писать, не обязательно при просмотре прямого эфира, может быть, вы будете в записи потом смотреть, пишите, мы вам всем ответим, можете писать мне, можете писать Татьяне, я могу передать потом Татьяне ваши какие-то вопросы, но подумайте о том, что мы сегодня рассказали, подумайте о возможностях Матрицы, о том, что она может изменить вашу жизнь именно в лучшую сторону, не бойтесь брать ответственность на себя, не бойтесь брать ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей, там, родственников, помогите себе, и это будет классно, вы не пожалеете вообще ни разу. Спасибо всем большое. Спасибо. Осталось 27 секунд, давай мы прощаемся, всех люблю, всех целую, обнимаю, пока, до свидания, мои дорогие, до новых встреч. Удалила Татьяну!